Юбилей – это событие особенное, к нему обычно долго готовятся и всегда стараются всех приятно удивить. Организатор пятого турнира Grand Lashes, Академия Premium Beauty, приготовила для зрителей и участников самую масштабную за свою историю конкурсную программу. В этом году мы поделили номинацию «Объемное наращивание ресниц» и выдвинули отдельные номинации «Мега объемы». То есть все объемы, которые были до 4D, это все у нас объемное наращивание ресниц. И все, что более 5-ти кратного увеличения в объеме, это уже мега объемное наращивание ресниц. Сейчас ни для кого не секрет, что клиентское наращивание чаще всего пользуется спросом именно мега объема. Конкурентная борьба, внимательные строгие судьи и ограниченное время выполнения задания – все это вызывает волнение у участников турнира и, безусловно, мотивирует. Первый раз участвую, волнение берет свое и оцениваю себя на тройку. Ну, не знаю, надеюсь, это просто от волнения. Хотелось бы честного судейства. Это очень приятно знать то, как меня могут оценить другие люди, профессионалы. Я очень волновалась, переживала. Только начала наращивать, тряслись руки. Потом все пришло. Подобный конкурс был у меня уже в 15-м году. То есть, ну, уже, в принципе, так лет 5 точно занимались этим. Тогда результата не было никакого практически. Было как, ну, четвертое место. А сейчас, надеюсь, на победу. Я считаю, что это одна из ступеней, которую должен перешибнуть каждый хороший мастер. Судьи Grand Plashes признаны и победители, и призеры специализированных конкурсов. Оценка работ участниц позволяет убедиться в компетентности ныне работающих мастеров. Я начала сразу же участвовать, как появился первый Grand Plashes. И вот каждый год выигрывала и доросла до судей. Все заняла призовые места, выиграла гран-при. Мне очень нравится, что у юниоров очень хорошие работы. Когда мы начинали, у нас не такой опыт был. Намного стали мастера опытнее, профессиональнее, и работы намного лучше. Вторая часть турнира Grand Plashes проходила в торжественной обстановке. Мастера и их модели предстали в вечерних нарядах. Но изменилась не только форма проведения турнира, но и содержание. Самой запоминающейся номинацией стало фантазийное наращивание. Тема «Лэштар шоу двойников» открывает двери в мир селебрити и дает возможность оказаться рядом со звездами шоу-бизнеса. Наш день начался, как и вообще во всех чемпионатах, со всех форс-мажоров. По итогу мы, конечно, справились. И вот сейчас ждем с нетерпением нашего судейства и надеемся взять наши советные кубки. Забиралась сегодня в полтора часа. Нагрузка слишком большая идет. Но она того стоит. Мастерство участников с каждым годом растет, а значит и судьям становится все тяжелее и тяжелее. Потому что есть уже какие-то примеры, на которые можно равняться и которые можно превосходить. Это не может не радовать. А эта номинация объединила всех специалистов индустрии красоты. Не только лэшмейкеры, но и парикмакеры, визажисты, нейл-стилисты заявили о себе в форме оригинальной видеопрезентации. Я как организатор посмотрела все клипы. Исходя из этих клипов, мы присудили каждому свою номинацию, каждому участнику. Ты делаешь свою визитку, представляешь себя, то есть ты раскрываешься с другой стороны. Я считаю, что это даже просто очень интересно. Визитка была напротив всех, вообще как бы против мимишных инстаграм, против там, что все у нас хорошо. Просто визитка у меня была реальная жизнь. То, что произошло в моей жизни и мои мысли. Вот это просто крик души и все. Это творческая работа. Я в этой работе вообще, скажем так, участвую первый раз. И у меня в видеоролике представлены четыре образа. Мне всегда нравится то, что всегда все сделано грамотно и красиво, хорошо и приятно. Все работы оценены по достоинству. Каждый участник получил почетный кубок и диплом, а также стал частью этого большого праздника мастерства и творчества. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА